Элита Арксплюй Продакшн представляет И сейчас анонсирует официальный патч Все по-другому Короче, смотрим Сразу скажу, что мы будем смотреть на официальном сайте Вы видите ru.dota2.com Обновление, равновесие говна Я нажимаю на страницу обновления и смотрим Для тех, кому Dota не интересно, мне на вас срать, давай до свидания Я буду просто тупо, именно сейчас я буду просто читать изменения Кому не интересно мое чтение изменений, сваливай, мне на тебя срать Ладно, поехали Здесь очень большое обновление, я всегда говорю, что я Dota обожаю, я люблю Я принимаю все ее изменения, абсолютно все патчи я всегда принимаю Ну, этот патч, он очень большой, да, очень много там нюансов, придется привыкать Ладно, поехали Патч называется The Balance of the Power of Dashion Balance of the Power of Dashion Как-то так я перевел Balance of the Power Balance of the Power of Dashion Ну, как-то так, ладно, посрать Мы сразу уже видим на превьюшке нового героя Как ни странно, смотрите, если мы сделаем вот так вот, да А, нажмем еще на страницу и открою отдельно Так вот, смотрите, здесь у нас герой, как он называется, я забыл Арк Верден, да Он был в первой доте, я, конечно, помню прекрасно этого героя Так вот, сначала Valve выложили просто эту картинку Что вы думаете? Все смотрели на этого героя, а кто этот герой? Вот это вот, видите, я выделяю этого героя Сейчас уже понятно, что, скорее всего, это Doom Но, многие, многие подумали, что это Abyssal Blade Ну, тот самый Пит Лорд, кстати, да Потом, там, я посмотрел картинки Пит Лорда Он очень сильно был похож на этого героя То есть все думали, что добавят Пит Лорда Тем более по этой картинке думали, но Нет, такого не будет Некоторые тоже ныли, что моделька у данного героя как-то не очень Ну, в принципе, да, как-то так, средненькая моделька Странная очень модель, но Срать я хотел Z, Ark Верден Разбитый осколок той древней мощи Что породило самих древних Он решил выступить в схватку Он решил вступить в схватку силы тьмы и света Но его кончаги видят либо в объединении Либо в обоюдном уничтожении Осколывайте одинногих противников потоками энергии Energy Energy Есть такое радио, Energy Или искажайте пространство Я каждый день утром искажаю пространство Все Поехали, ладно Создавая защитное поле вокруг союзников Вот, это, кстати, его скилл Защитное поле Призывайте электрических духов Нападающих на приближающих противников Я вообще не помню этого героя Потому что доту первую я играл очень давно, наверное Ну, если посчитать, что я в доте второй с самого первого дня Я был бета-тестером, да Получается, это уже пять лет ей Если было пять International, логично, да То буквально, наверное, уже лет шесть-семь я не играл вообще первую доту И там этот герой был Ладно Первый скилл Охватывает одинокого врага Нестабильной энергии Замедляя его При движении И нанося урон Эффект блокируется Если рядом с целью есть союзники Ну, я думаю, мы потом вместе с вами посмотрим все эти способности в самой игре Сейчас быстренько пробегаемся Создает круглое магнитное поле Дающее уклонение И дополнительную скорость атаки союзным героям И строение внутри Но Скажу сразу Когда добавили в первую доту этого героя Это был такой имбаланс Это забейте Это просто имба была в первой доте Очень сложно законтрить данного героя Здесь по-любому, как обычно, его будет нерфить То есть сначала добавляет героя Мы с ним играем Он имба тащит Потом его нерфят И все И уменьшает его способности Ладно Третий скилл Призывает призрачную искру Кстати, я не помню Такой был скилл в первой доте Я не помню, честно Эти я помню, а вот эти не помню Потому что валевы они могли изменить Которая медленно материализуется и охраняет выбранную территорию То есть мы просто ставим юнит, он охраняет территорию Если есть враги, он на них нападает А, и ультимейт Он просто задает копию себя самого Эта копия может использовать способности и предметы Кто-то говорит, что она может использовать ультимейт Кто-то говорит, что не может Но факт в том, да В чем прикол Что можно будет кое-что сделать так, что ты используешь там с помощью рефрешера и так далее По 4 мидаса, по 4 хекса используешь и так далее Ну, имбовой герой Ладно Потом мы его разберем подробнее Великолепнейшая Аркана Все гадали, когда же будет Аркана? Когда? Какая она будет? Вот вам Аркана Аркана на Зевса Очень красивый То есть наконец-то Зевс из вонючего гомика, да Который был похож на Марио Вот этот водопроводчик, да Он стал реально Зевс Вот он, Зевс Аркана на Зевса Вот он, очень красивый Зевс А, потом особенности этой Арканы Все стандартно абсолютно Изменения голоса Смайлик дают Вот и модельки Также сделали нам этот комикс Ну так себе комикс Вы его сами посмотрите Я ссылку оставлю в описании, да Просто заходите на этот сайт официально И нажимаете сюда курсором И читаете Ну Не, даже не так себе комикс Комикс немножко какой-то туповатый Здесь какие-то слайд кончен Ну, короче, мне не очень понравилось Но Там самое матное В этом комиксе рассказывается история И история Арканы тоже там будет описана, да То есть, сначала там будет простой Зевс Ему потом новый герой даст Аркану Он такой О, вау Это, типа, часть сил Зевсу вернули Ну, короче, комикс Прочитайте обязательно Все как-то все увеличено Почему такое все большое? Давайте я, наверное, уменьшу, да? Хотя у меня масштаб стоял стопроцентный Вот так вот Странно Странно Нововведение Но Все, я думаю, слышали про пустынный ландшафт Его очень давно уже анонсировали И, наконец-то, его ведут Кстати, обновление будет или Сегодня ночью, да? Или завтра Ну, короче говоря, в течение двух-трех дней Она точно выйдет Два-три дня Водельцы компедиума Получат свое распоряжение Пустынный ландшафт для дота 2 Ну, здесь все понятно Пустынный набор музыки Тоже это под это как раз ландшафт подходит Качество тени Изменили, то есть Добавили новую такую функцию В настройках видео А теперь можно поставить Нереально очень высокое качество тени Ну, кому-то это надо Не знаю, мне это неинтересно А, новая пустынная карта Хаундут колизеем А, колизеем Да-да-да То есть я уже снимал видос про колизей Теперь будет у нас пустынная карта Добавили новую сокровищницу Из этой сокровищницы выпадают Другие сокровищницы Ну, это уже было у нас такое Ну, наконец-то Я говорю, это великолепная обнова Мне она очень сильно понравилась Она всем понравилась Еще ни один не сказал, что она плохая Кто скажет сразу по лицу нам Новая в клиенте Вот мы видим, да, с вами Что теперь будет таким вот образом выглядеть статистика То есть Добавляется новая закладка статс Это будет по идее, как я понимаю Это или наше, или общее И в самом герое вы видите, да, по-другому теперь статистика выглядит Games, wins, lose, winrate и так далее Статистика по героям Легкий доступ к арсеналу Я это, кстати, уже все читал на работе сегодня То есть теперь будет высвечиваться в любой игре Какие предметы вы получили в арсенал Ну, тем более, что все игры уже выпускаются с поддержкой Предметов, да, стимовских Так что это актуально особенно Магазин вновь открыт То есть теперь у нас в Reborn Работает магазин, он не работал А личные каналы чата Создавайте собственные каналы для ограниченного круга лиц Приглашайте друзей, врагов, кого захотите Немножко не понимаю Личный канал Что изменилось? По-моему, раньше можно было создать просто канал, да С каким-нибудь уникальным названием И пригласить друга Возможно, теперь просто можно будет сделать приватный чат То есть, чтобы вообще никто не мог туда зайти Кроме тех, кого ты пригласил Ну, в принципе, хорошая вещь Безусловно, это большой плюс Поехали По воле природы и под давлением заражения земли Вокруг реки изменилось Ха! Извините, новые пути Конечно, добавили новые пути Потом добавили новую руну волшебства Это тоже уже Баян То есть, об этой руне Я, в принципе, давно уже слышал Ее обсуждали То есть, много раз люди обсуждали Какую бы руну добавить И именно про эту и писали То есть, наделяя их магической силой Которая уменьшит время перезарядки способностей И расход маны То есть, про эту руну я уже слышал много раз Новые предметы В принципе, мы эти предметы прочитаем ниже. Изменение режима Капитан Смон. Добавили трёх героев. Это Оракул, Террабоид и Эр Спирит. Оу, да. Теперь доступно в режиме Капитан Мосс. Кстати, очень давно ждали Эр Спирита. Очень давно ждали люди. Особенно на просцене. Хорошее обновление. Посмотрим, что с помощью... Три героя. Смотрите, как три героя могут изменить проигры. Оракул. Оракул. Это как Виверна. Оракул. Добавили новые лагеря. То есть, у Тьмы новый лагерь и у Света будет новый лагерь. Изменили скиллы аж у пятерых героев. Это просто забейте. То, что будет это ниже, я прочитаю. Поехали. Обновление. Оу, здесь всё по-английски, что ли? Да вы шо, вы шо, идиоты шо ли? Ну, давайте быстренько пролистаем. Добавлено Аркана Руны. Да, это я уже сказал. Что колдауны уменьшаются на 30%. Ах, английский, английский. Это будет сложнее. Думаю, здесь всё по-русски. Увеличен дамаг, катапульт. Хиро, базы, HP. Что-то базовое здоровье. Увеличено 150 до 180. Ладно. Вот этот момент вы сами прочитайте. Потому что здесь я могу не точно перевести. Здесь, в принципе, всё примитивно. Ну, сатир. Здесь около 5 строк про сатира. Дарк тролль. Рошан. Базовая броня. Базовая атака. Ладно, поехали. Это вот у нас внешний вид. Природа. То есть, добавлен новый камп. Респаун для крипов. Самое главное, мы сейчас посмотрим героев. Ещё раз говорю, что ссылка будет в описании. Кому прям очень сильно нужно узнать, что изменится в оформлении карты. Потому что я, скорее всего, сниму это уже в отдельном видео. Можете сами прочитать. Вот здесь написано. Если вам прям это сильно интересно. Самое главное, это герой. Герой. Алхимик. Гривелскурит. Гривелскурит. Множитель золота от руны богатства изменён с 5 на 3, 4, 5, 6. То есть, раньше на первом уровне множитель был на 5, теперь будет на 3. То есть, теперь менее актуальна начальная руна, но всё равно полезна. Исправленная ошибка, когда при... Когда, при которой после выкупа способность сдавала золото полностью. Я такое не помню. Бэйн. Скорость передвижения уменьшена на 5 единиц. Ну, в принципе, Бэйн был довольно быстрый, да. Бэтрайдер. Бэтрайдер. Начальная скорость восстановления здоровья увеличена. То есть, я опять буду говорить, кого подняли, кого понерфили. То есть, Алхимика его понерфили, потому что теперь он на первом уровне с руны баунти будет получать меньше. Понерфили Бэйна, теперь скорость стала меньше. Начальная скорость восстановления увеличена. Подняли у нас Бэтрайдера. То есть, теперь у него меньше требуется мана и увеличена скорость восстановления. Наконец-то Бэтрайдер вернётся в игру. Раньше на просцене постоянно, я помню, пикали Постоянно А теперь его и пикали, и банили Там на первом, втором, третьем интернешн Сейчас вообще про него забыли Бистмастер Способность больше нельзя направлять на существ Время перезадки изменено Ну, в принципе Если не считать, что теперь Вилд Акс надо просто жать на область Но это то же самое, что и с Никсом было, да То есть раньше Никс тоже станел на крипов Теперь он по области Так же, как и Шейкер тоже раньше станел Теперь вы сами Просто указываете на любую точку Нельзя на крипов указывать То есть, в принципе, его подняли У него время перезарядки на четвертом уровне Будет 3 секунд Бладсикер Время перезарядки изменено То есть, тоже его подняли На последнем уровне на 5 секунд меньше Баунти Хаунтау Замедление передвижения и атаки увеличено Тоже подняли, молодец Брюмастер Время перезарядки уменьшено Диспл Мэджикл Война Сторум Так, увеличен урон по признанным существам Тоже его подняли Время перезарядки уменьшили Молодец, Брюмастер Тоже наконец-то подняли Добавили Аганима для Бристалбека Это его первый скилл Когда мы кидаем Харча его Его Козюлька, да, его Сопля Вот, сопля Когда мы кидаем соплю Мы уменьшаем броню у врага Если мы собираем ему Аганим То теперь она кидается по области Уматная вещь Она используется на всех вражеских случаях Прикольная Многие начали говорить Что теперь Бристалбек будет имба Реально имба Ну и надо сначала Нафармить эти предметы Расход маны уменьшен Но в любом случае его подняли Также еще и спрей Максимальный урон увеличили То есть Бристалбека подняли И так геморройный Нереально геморройный герой Его сложно убивать Но в принципе его хорошо контрит Например Илякс Или А, Легион Командер Потому что Легионка ультует И Бристалбек разворачивается к ней лицом Брудмазер Брудмазер Урон уменьшен у нее То есть ее понерфили Кентавер Увеличили у него урон с пассивки Ну, неплохо Его подняли Чауск Найт Или Кауск Найт Или Хаос Как хотите Дополнительный урон увеличен То есть его подняли Член Так, член Начальная сила увеличена То есть он теперь будет сильный член Такой Расход маны уменьшен Длительность увеличена Тоже его подняли Клинкс Прирост ловкости увеличен Это очень сильно его подняли Вам кажется 3-3-3 На самом деле это весомый аргумент А, Клакверк Сколько еще буду Я еще очень долго буду говорить Конечно, скоро горло заболит Ну, что поделать А, прирост ловкости увеличен Это мы считали только что Клакверк А, прирост силы увеличен То есть подняли Клакверка О, Поверкокс Теперь шестеренки Образуют кольцо А не квадрат Ну, на самом деле Это пофиг, да Только, возможно Раньше был квадрат Возможно, в кольце Будет больше Больше этих Шестеренок Ну, неважно В любом случае Подняли силу Это уже хорошо То есть у него будет Больше здоровья Кристалмейда Ноги тоже ныли Типа, о, почему кристалки Увеличили восстановление маны И не могут дать ей Скорости передвижения Она тормозная Как кусок абрыгана Ну, в принципе Тоже логично Она очень медленный герой Время перезарядки Уменьшила Кристалмова И аура у нее На четвертом уровне Восстанавливает маны Увеличили восстановление маны Ну, почему бы и нет Хороший саппорт Дарксир Начальный интеллект уменьш То есть Дарксир стал аутистом И теперь щит можно снять Очищением То есть его понерфили Клокверка подняли Крикса подняли А, дазл Дазл Пользуем тач Расходует маны уменьшен Увеличена задержка Ну, там она очень Мало увеличена Расход маны увеличен Подорожал у него Крест Ну, я думаю Для саппорта дазл Вот это вот 110 маны 150 Это ничто Тем более Если изначально было 140 А потом стало 150 То вот этого 110 Это вообще посрать То есть теперь будет все время 150 Ну, я думаю Это ерунда То есть по факту Разница будет в 10 Да, если Учесть первый уровень Потому что на эти уровни Уже не важно У него будет большой уровень У самого героя И у него будет довольно много маны И теперь Волна Теперь не дает Обзор в области Диаметра 800 Теперь она дает Наземный обзор В области действия Ну, его, конечно Понерфили Его Понерфили То есть у него Расход маны уменьшили С одной стороны Это хорошо Но Увеличили задержку Это плохо Расход маны Тоже увеличили Дэйш Профит Герой временно Недоступен На режиме Капитан Мосс Потому что это Измененный герой И у него Изменили скилл Таких героев Сколько-то мы там считали Четыре, по-моему Или пять По-моему, пять, да А, изменили способность Способность Вич Крэйв Заменена на новую Спирит Сипхон Спирит Сипхон Связывает вас с целью Высасывая из жертвы Двадцать плюс процент От ее запаса здоровья А также Связывая с целью Да, мы там видели картинку Вверху Там Такой чувак Да, и прям зеленая слизь Из его жопы вытекает Связь разрывается На расстоянии триста Ну, посмотрим Это все надо смотреть Уже на деле Начальность скорых Передвижения увеличена Подняли Угу Количество духов О, как сильно увеличили Ну, нормально Три духа, да Нормально Это весомо, кстати Она и так была Очень сильная Короче, ее очень сильно Подняли этого героя Это скилл Вообще срать Самое главное Это был ее ультимейт Ее еще и подняли Ульту Очень сильно ее подняли Дум Также у него Изменили скилл То есть убрали Лео Дэйдж К сожалению Хотя нормальный был скилл Мне нравился Но Напомню вам Кто не знает Что Лео Дэйдж Он мог Микростан делать Теперь Эту способность Тоже оставили То есть Теперь у нее способность Инферном Блэйд Пассивная автоматическая способность Здесь она так Оглушает жертву То есть ему оставили Микростан Например Лео Дэйдж Он мог Сбивать всякие ультимейты Мог Сбивать Телепортацию И так далее И поджигает На ее на 4 секунды Но его все равно Понерфили То есть Во-первых Начальное время атаки Увеличено То есть Насколько я понимаю Если я правильно Я сегодня считал Еще раз говорю Начальное время атаки То есть он стал медленнее бить Правильно Начальное время атаки Это вообще какой-то бред Он так очень медленно бил Урон лечения уменьшено Ну это все Все говорили Что его понерфят Поменьшено Понерфили его То есть увеличили Перезарядку Дума И Огненную землю Тоже понерфили Ну посмотрим Как тут зайдет Новый скил Вот что самое главное Потому что он может быть имбовый Посмотрим Тем более я еще не видел В действии Как такового Обновления еще не выпущено Или только анонс Драгон Кнайт Охренение здоровья А кстати его подняли Очень сильно подняли Опять ждем На просцене Мид Драгон Кнайт Однозначно То есть у меня теперь будет Очень сильный реген Нереально очень сильный То есть Вместо пяти Двенадцать будет Ты чувствуешься А? Ай! Дров рейнджер Добавленная поддержка Аганим с Капитро Марк 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 Срать я хотел Теперь при попадании Атака разделяется На две стрелы Летящих двух случайных Существ Шалкое подобие Медузы Но самое главное После разделения На стрелы Действуют все Модификаторы Атаки Офигенный скил Посмотрим Ну опять же Мало кто будет Собирать на дроп Рейнджера Аганим Это надо смотреть Уже на деле Сейчас я ничего не скажу Эршпирит Герой доступен В режиме Капитан Модз Перерост интеллекта Уменьшен Ну такой Геморройный герой То есть Когда Как обычно играет И бывает Ну у всех так Когда за тебя играет Эршпирит Это ДЦП аутизм Да который вообще Ничего не может Но когда он играет У врагов Ох Это блять Это машина смерти Это просто Но Ему уменьшили интеллект Это уже хорошо То есть Его понерфили Получается Область оглушения Уменьшена Да его понерфили Но при этом Добавили на Капитан Мод Элдер Титан Эршсплиттер Урон изменен Повысили урон Расход маны Изменен Но ты лан Это еще можно Тем более Ему часто арканы Собирают Физический урон Больше не уменьшает Способность Дэмэджи блок Ну в принципе Его подняли неплохо Так нормально Все равно его редко пикают И будут пикать редко Файер Ременант Копии больше не дают обзора Ну и поссать Здесь ни то ни то Ну ладно Понерфили Пускай будут понерфили Время перезарядки Уменьшено До 12 секунд Ну Тоже понерфили Ой подняли Подняли То есть теперь Можно будет чаще использовать Энигма Скорость передвижения Эдолонов увеличена То есть теперь Наши тараканы Будут быстрее двигаться Ну По факту Да Сейчас очень мало Кто использует Эдолонов Именно в замесах Очень мало Многие качают Эдолонов на единичку На двоечку В лесу поформили И забыли про них Собрали себе Даггер и пушат Ну в принципе Посмотрим А Потом урон увеличен У нас до 90 Блэхоу 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 Время перезарядки Уменьшено Подняли Энигму Хорошо так подняли Кстати Урон увеличили Скорость передвижения Аутистов И время перезарядки Блэхоуа На 20 секунд Кстати это хорошо Неужели Энигма Вернется в игру Войд 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 Очень сильно тоже Изменили Войда Очень сильно изменили Добавили героя В режим Капитан Мод Способность Бэктрек Заменена на новую Тайм Дилейтион Дилейтион Это так Накладывает на всех врагов В области Негативный эффект Действующий там секунд Останавливает Течение времени Для всех способностей Противника Из-за чего Их перезарядка Не работает Под действием Этого эффекта То есть Он временно Останавливает Перезарядку Способностей Врагов Уникальный Скил Таких по-моему Нет в доте Тайм Велк Это наш прыжок Способность Больше не замедляет Существ Ну Раньше замедляло Это все прекрасно знают Посрать Теперь способность Отменяет весь урон Это вообще имба Я не знаю Как это будет выглядеть В реале Посмотрим Но это бред какой-то То есть Если у нас прыжок Здесь 6 секунд Да И каждые 6 секунд Мы можем на 2 секунды Урон Просто обратно Отменять Расход мана Но его однозначно Подняли Посмотрим как будет на деле Но его подняли Но само собой Вайда Нужно вернуть Понимаете Вчера там стримил Желтым Да Самый красивый человек В мире Он стримил Он сыграл катку На вайде Он говорил Типа Вот Недооцененный герой Просрал в говнище Просто Там Наверное 2.8 Или 2.10 У него были Просто в дерьмо Срал И дело не в том Что он плохо сыграл Дело в том Что Сейчас В этом патче Войд В старом патче Который сейчас Это еще не новый патч Сейчас Войд Никакой Но он никакой Понимаете Сколько я видел Игры с Войдом Но он нулевый А именно в этом патче Его очень сильно подняли Посмотрим Что будет в итоге Гирокоптер Его ультимейт Даун Называется Просто даун Урон от первой ракеты Уменьшен Понерфили Хотя мне кажется И так у него ультимейт Убогий просто Просто убогий Не знаю Хускар Хускарчик Только вчера хотел За него поиграть А уже начинает Его нерфить Сука Поехали Бонусы получаются Линейно до отметки 10% Вместо бонуса За каждые 7 Потеряно здоровье То есть Понерфили здесь Максимальное Запределение магии Уменьшено Хотя Это тоже плюс Честно Мне буквально 2-3 дня назад Попадался Хускар Ну просто Не убивая Ну не могу Я играть против Этого героя Но если я уже Кого-то пикнул А он взял После меня Этого героя То я уже Не могу сделать Контерпик Все Этот герой И у него Уже есть Скилл На первом уровне Ты сычешь Ой Ты понимаешь Да Ты понимаешь Меня Да Например Он может прокачать Микростаны Уже на первом уровне Микростаны На руне На руне У него будут Микростаны Сжигание Сжигание Маны И так далее Санстрайк Сынстройки Да Тот самый Сынстройки Теперь способность Улучшается На 6-ом 11-16 уровне Как и у других Героев На 25 уровне Может улучшить Все атрибуты На 6 единиц Ну его однозначно Подняли Джекира Тоже подняли Увеличили урон На 7 единиц Котл Котл Кипер Чакра Чакра Раскрою свою Чакру Чакра Мэджик Уменьшение Перезарядки Увеличено Плохо Хорошо Ну Нормально То есть И подняли И понерфили Ни туда Ни туда Нормально Кунка Добавили ему Аганим Теперь корабль Тащит врагов В радиусе 200 вокруг себя К месту крушения Он появляется Там где вы стоите А не позади вас Но теперь крушения Там же где я раньше Ну понятно То есть теперь Если раньше Караваль просто летит Взрывается Теперь он будет Тащить врагов В эту точку И там будут Врезаться Торрент Теперь способность Дает вашей команде Обзор в области До Самого взрыва Торрента А раньше было как То есть Сначала мы кидаем Торрент Проходит время А только потом Появляется Вижен Теперь способность Является автоматической То есть Рабатывает только Во включенном состоянии Или при применении На цель Дополнительный урон Это наш второй скилл Который Говно Ну не говно В смысле Это хороший скилл Просто у меня язык устал Поэтому говно А Скилл хороший То есть Увеличили урон Ну а значит От этого героя подняли Его подняли Расход маны Уменьшен Ну это в принципе Хорошо Если учесть Что у этого героя Мало маны Приходится собирать Ему всякие там Барабаны Чтобы он мог Еще и юзать Shadow Blade То в принципе Хорошо Ну а значит Его подняли Кунка Привет В свое время Это был мой Любимый герой В первой доте Я его воображал Там еще чувак был Не помню Как его звали Он был Самым популярным В первой доте Игроком На Кунке Просто все Его обожали Равнялись на него И я в том числе И тех пор Я стал профессионалом 7300 ммр Легион Командер Тоже великолепное Обновление Время перезарядки Уменьшено Самое главное Теперь вы И цель способности Когда у нас есть Дуэль с Аганимом Теперь вы И цель способности Не восприимчивы Ко всему урону Кроме наносимого Врагом Дулиантом То есть я Собирал Раз или два Ей Аганим с Кептер В обычной игре Потому что рейтинг Нельзя такое делать И обе игры Были просораны Потому что Настолько бредовый Этот был Аганим Просто настолько Бредовый То есть Ты бесконечно Дерешься Дерешься В итоге Твоя команда Уходит И команда Врагов Приходит И тебя Обоссывает Но теперь Урон от врагов Не считается Кроме Кроме на которого Ты ультанул И как я понял Теперь не будет Бесконечного дуэля Теперь Она будет 6 секунд То есть Убрали Бесконечный дуэль Это хорошо Лайфстилер Рейдж Допустимая скорость Атаки Увеличена Подняли Легион Казанатично Подняли Так Здесь у нас Ну На четвертом уровне Изменений нету Увеличен Врядка Уменьшен Все Подняли У нас Лайфстилера Ну почему бы и нет Леон Спейс Эридж Спейс Это у него Получается Первый скил Расход Маны Уменьшен Огушение Вот Поднимают Аж 2.52 Было Стало 2.6 Аааа Имба Манадрейн Манадрейн Время беззарядки Уменьшено Подняли У нас Леона Ландруид Герой временно Недоступен В режиме Капитан Мосс Потому что У него Изменен Скилл Способность Sun 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 Санстрайк С энергия Ландруида Изменена На новую Savage War Заставляет противника В области Ааа Тоже прикольно Заставляет противника В области 325 Вокруг вас И медведя Бежать К фонтану То есть Вы нажимаете Это скилл Все враги Разворачиваются И бегут К своему фонтану Забавно Да Кто-то говорит Что это имба То есть Ты пушишь Какой-нибудь Лайн На тебя идут гангы Ты юзаешь этот скилл И юзаешь телепорт Профит Урон медведя увеличен О, ну куда? Охренеть, нифига себе С 33 до 65 в итоге Скорость передвижения увеличена Очень сильно, очень сильно подняли Лондруида Блин, афига, новая имба что ли, а? Вы что, аутисты, делаете? Все, короче, увеличили Луна, скорость поворота увеличена Аж на 0,2 Ой, на 0,2 Эклипс, аганим скиптером Аганим, а, скиптером С аганимом, короче Вообще правильно считается аганим скиптер Аганим скипетал Эклипс, аганим скиптером Скиптером, скиптером, скиптер Интервал между ударами лучей уменьшен То есть теперь чаще будет ультимейт Но на луну невероятно редко собирали аганим По-моему, ни разу я не видел такого Но изменения хорошие Ее подняли однозначно То есть у нее с аганимом очень сильная ульта Люкан Или Ликан Правильно говорит Ликан Ликантроп Ликан Ликантроп Человек-волк Волки и герои в форме волка Волка В форме волка Больше не наносят критические удары А наша волка Теперь на втором уровне волки получают способность Крипл Она колечит жертв Ну, короче говоря, это как этот Как Яша А, Сэнджи Нет, как Сэнджи, да Как Сэнджи, которая может калечить Потом Теперь способность дает вам своим существам под вашим контролем Мироятность и несиний Ага Понятно То есть теперь криты Уже будут как Использовать Как скилл, который нужно использовать Они не просто пассивка То есть теперь криты будут активкой Так скажу А, ну теперь подняли его или пофиксили Или понерфили, да Кричит жертву Скорость первая движение Ну, в принципе, я могу сказать, что его подняли То есть то, что теперь криты стали активкой Ну, я думаю, это не так страшно Зато добавили, вероятно, 20% уменьшения скорости Нормально Ну, средняя, короче, давай сюда Ладно, Магнус Добавлена поддержка Аганима Наконец-то Там еще тайду добавили Эмпоуэр Это который наш второй скилл Дает сплэш урон Способность становится аурой для союзников Действует на героев с дальней атакой вдвое слабее И позволяет наносить им урон по площади вокруг цели Отличная способность Офигенная вещь, конечно Расстояние увеличено Замедление Подняли у нас Магнуса Медуза Наша змейка Кража маны больше не увеличивается Со скачками Со скачками, да Теперь Кража маны заставляет А я не помню, как было раньше Вот жалко, что здесь не написали, как было раньше Ну, не скажу Не знаю, понерфили или не понерфили Ну, так, среднее, короче, говно Точно Сильная игра Медузы не изменится Мипа Руна двойного урона больше не действует на все копии Мипа Ну, это посрать А Мирана Дальность атаки Кстати, подняли Мирана Дальность атаки увеличили А, радиус нашего первого скилла Первый скил? Третий скил, да? Подожди, первый скил Первый скил это звездопад Второй это прыжок Третий скил это у нас стрела Я надеюсь, я не перепутал местами И вот наша стрела Теперь... А, вот, прикольно Теперь стрела Мгновенно убивает Крипа Ну, кроме суперкрипов Кроме древних Ну, в принципе, нормально В лесу так поформить А, морфлинг Морф Начальный урон увеличен То есть, Мирану подняли А, расход маны уменьшен Это уже хорошо Скорость обмена увеличена Ну, просто скорость будет быстрее На самом деле, это так себе Невесомо Время перезадки уменьшена Подняли у нас морфа Ничего интересного Просто его подняли Нага, сирена, интеллект увеличен Ну, подняли А, натуральный проповедник Натуральный проповедник Начальный интеллект увеличен Урон эндов увеличен И супер эндов тоже увеличен, да Подняли у нас натурального проповедника Проповедника А, 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 а А, а Начальная броня увеличена. Подняли. Найч, это, ночной сталкер. Найч сталкер. Длительность замедления ночи уменьшена. Понерфили. Никс. Длительность оглушения увеличена. Угу. Немножко увеличена. Совсем немножечко. Что такое? 77 и 8. Господи, 3. Время перезарядки уменьшено. Подняли у нас Никса. Огрмэджи. Огрмак. Начальная скорость восстановления здоровья увеличена. Это и так было оболстанное имба. Сколько раз я играл против Огрмага. Это такое говно. Нереально жесткое. Его вообще замыслишься пробивать. Он просто кидает стан, горелку и просто тебе по щам дает. Так они еще увеличили скорость восстановления. Короче говоря, новая имба очередная. Оракул. Герой добавлен. Капитан мод. Очень много изменений. Время перезарядки ее не изменено. Длительность уменьшена. Дальность. То есть теперь первый скилл можно применять на союзников. Раньше можно было только на врагов. Потому что раньше кидаешь на врагов, а она снимает с них эффекты. А теперь можно просто кидать на союзников и будет с них эффекты тоже сниматься. Ну да, логично, что при этом не останавливает союзников. Это нормально. То есть не останавливает союзников и не наносит им урон. Но развеиваясь с них это... Ну молодцы. Все правильно. Способность больше не развивает отрицательные эффекты во время действия способности. Во время действия. Это имеется ввиду именно во время действия или вообще не развивает? Это вот непонятно. Здесь нужно уточнить. Длительность увеличена. Время перезарядки изменено. О, подняли. Его однозначно подняли. Подняли, подняли. Оракул. Добавили капитан мод самое главное. То есть на прост сцене по-любому это герой будет. Потом Девоуэр, Дистрауэр, как его звали в первой доте. Дистрауэр. Изменена механика способности Астрал. Кстати, да. Прикольно так изменили Астрал. Теперь, когда способность прекращает свои действия, всем противникам вокруг цели наносится магический урон. То есть, если мы в Астрал кидаем врага, наносится и ему урон, и его союзникам, которые стоят рядом. Если кидаем союзника, союзнику урон не наносится, а врагам, которые рядом, наносятся. Время перезарядки изменено. Дальность применения изменена. Длительность увеличена. То есть, перезарядка очень сильно... А, нет, не сильно. На одну единицу. А, изменили сильно. Вот, изменили длительность сильно. То есть, раньше была одна секунда, да, теперь четыре сразу. То есть, первый уровень это четыре секунды. Однозначно подняли Дистрауэра. Фантом Ассасин. Начальный интеллект увеличен с 13, то есть, он стал умнее. Это хорошо, в первую очередь, для первого скилла, для ее даггера. А, Феникс. Скорость поворота увеличена. Супер, но опередический урон увеличен. Подняли Феникса. Подняли Дистрауэра, я уже говорил, до Феникса. Фантомку подняли. Очень многих подняли. Очень многих. Пак. Так, его арба, расход манны уменьшен. Время перезарядки увеличено. Ну, на четвертом уровне это будет незаметно. Время перезарядки уменьшено. Ну, подняли. Неплохо так. Хорошее изменение. Подняли Пака. Пуч! Пуч, пуч, пуч. Добавили, ой, не добавили, изменили ему Аганим. Полностью изменили. То есть, раньше Аганим давал ему такую тему, что он ультует, да. И устанавливает здоровье. А, он там, короче, еще наносил урон. Там какой-то процент, по-моему, от силы шел. Я не помню точно. Сейчас уменьшает время перезарядки способности Хук до 4 секунд. И повышает урон. То есть, теперь у него Хук будет очень часто. Особенно, если вы соберете ему Актаин Корр, это вообще будет забейте. Там, по-моему, будет у него Хук каждые 3 секунды. Прикиньте, каждые 3 секунды по 475 чистого урона, твою мать. Ты понимаешь, да? Это вот наш ультимейт. Вот, теперь... Раньше, я говорю, вот, лечилка была, когда с Аганимом, а теперь без Аганима Пуш ультует, и у него идет лечение. Однозначно Пуджа подняли. Только я не знаю, зачем его поднимали, конечно. И так криворукие Пуджи играют. Пугна. Хотя, в любом случае, всегда лучше... Или чтобы вообще не было Пуджа в команде, или пускай лучше будет у тебя, но не у врагов. Когда Пуш у врагов, это так геморройно. Ты ходишь постоянно, думаешь, что он с тобой охотится. Пугна. Способность больше не замедляет союзников. Это наш первый скилл. Ну, это тоже логично, да? А, подожди, в роту второй скилл. Первый скилл, это у нее взрыв, второй скилл получается, а этот потом в арт идет. Да. Я тут узнаю наизусть. Ну, могу ошибиться, но, само собой, если я хоть где-то на секундочку маленечко ошибился, а боссные ДЦПшные хейтеры обязательно напишут целую пасту, такую километровую. А, Квапа. Queen of Pain. Скрим урона уменьшил от нашего ультимейта, хотя она в последнем уровне незаметна. О, это не наш ультимейт, извиняюсь, это наша оралка, да, да. Это наш крик. А, вот наш ультимейт. Извентиляюсь. А, Соник Вейв. Скорость полета волны уменьшена. То есть она и так была медленная, что будет еще медленней. Возможно, это сделали для того, чтобы враги могли эвейдить. То есть, избегать этой волны, там, выпрыгивать из нее, блинкаться и так далее. Тоже опять переделали Рики. Чего они его покоя не оставят, да, он? Герой недоступен в Капитан Моди, потому что у него новый скилл. Изменяяя способность перманентной невидности. Невидности. Перманентной невидимости. Постоянной невидимости. Господи. Постоянной невидимости. Которая теперь включает в себя эффект от старой способности. Рики наносит дополнительные урона за каждую единицу ловкости при атаке со спины. Теперь способность больше не является ультимейтом и не имеет зарядов. То есть, если раньше мы там использовали сколько там 5 раз, да, потом сидишь, нас уковыряешься и ждешь, когда заряды восстановятся. Теперь ты можешь использовать хоть сколько раз, пока не пройдет кд. И она теперь требует маны. И добавим новый ульт. Теперь руки, руки, да господи. Я говорю, у меня уже горло просто болит. Просто болит. Так много говорить. Ненавижу эти большие пачки. Просто ненавижу. Рики пропадает из нашего мира. Пропадает. Заметьте, ключевое слово. Дота, она такая интересная игра, да. То есть, это не невидимость, по идее. Или это невидимость? Подождите. Вот это непонятно. То есть, астрал тоже считается пропадением из мира. То есть, астрал это никак не невидимость. То есть, астрал это исчезновение героя. Перманентное исчезновение. То есть, ты ему дамаги никак не несешь. Ну, допустим, скорее всего, здесь имеется все-таки в виду инвиз. А может быть не. Ну, потом посмотрим, короче. Пропадает из нашего мира. Атакует за спины всех противников по радиусу. Короче говоря, теперь он атакует противников по радиусу. Это особенно актуально, когда ты играешь с Магнусом. То есть, Магнус стягивает. Рики по спине шлепает. Тем более, когда Магнус еще второй скилл кинет Рики. Это вообще забейте. Прирост к силе уменьшен. То есть, у него теперь еще будет меньше ХП. Это хорошо, с одной стороны. Это хорошо. То есть, теперь Рики будет легче убивать. Прирост ковкости уменьшен. То есть, меньше дамаги будет. Все уменьшили, лол. Ой, наконец-то понерфили этого босонного, уничтоженного героя. Кончены. Скажу так. Сколько я играл против Рики, очень часто Рики тащил. Я прекрасно знаю про ваши гемы, поверьте. Когда я играю за саппортов, я за игру-то могу 3-4 гема купить. Это нормально. Но, практически всегда, когда Рики стоит против моих союзников, не против меня, на лайне, они всегда его нафидят. Они всегда на лайне его нафидят. Потому что теперь он будет слабее во всем. Понерфили это Рики. Изменили ему скиллы. Рубик. Теперь наш болт. Вот это болтяра. Вот ты видел, ты видел, да? Болт у Рубика. Такая болтяра. Уменьшает урон от атак усиленно. Подняли Рубика. Вот. Просто мой скорпион. Наконец-то изменили моего скорпиончика. Скорпиончик. Изменили ему Аганим Скептер. Аганим Скептер. Аганим Скептер. Вдвое увеличивается дальность применения способности. Во-первых. Плюс. Раньше Аганим, он просто добавлял число. Число. Число взрывов, да? Толчков. Толчок. То есть, ты сегодня был в толчке, да? Здесь то же самое. Здесь больше толчков. То есть, один скорпион срел сразу на 12 толчках. И уменьшала КД. Теперь увеличивает дальность ультимейта. То есть, область будет больше. И применяет его пассивку яд. Охрененные изменения. Просто я рад. Увеличена начальная сила. То есть, теперь в лесу будет полегче фармить. Потому что у него будет больше здоровья. И атаки будут больше, кстати, да? Он же интеллектуал. Да я пошутил. Он силовик. Ты что ж. Ладно. Хоть баловаться. Поехали. Замедление увеличено. Это наша пассивка. Да. Ну, пассивы меня понимают. Шадов Демон. Время жизни и иллюзии увеличено. Это, кстати, для анскиллов обоссанных. Напомню, что Шадов Демон это самый лучший антигерой-саппорт. Антимага. Понимаешь? Он просто кидает антимага в астрал. Не всегда антимаг после астрала будет юзать Блинк. Поверь мне. Он просто обострился это всегда использовать. Кидает в астрал. А потом иллюзиями антимага бьет самого антимага. Профит. В итоге антимаг в говне. Шадов Демон. Шадов. Добавлена поддержка Аганим Скептера. Бесполезное говно. Ну ладно. Теперь волны способности. Регуим. Возвращается обратно к СФу. Нанося на 60% меньше урона. Весь урон нанесенный была была полная дерьма. Говно короче. Бесполезное. Гоним. Мне он не понравился. Если вам понравился. У вас примерно 1100 ммр. Начальная броня уменьшена. Расход маны уменьшен. Что блять? Что ж? Блять. Вы что ебанутые? Что блять? Расход маны уменьшен с 75 до 90. Я вам может что-то не понимаю. Расход маны. То есть. Ты стал меньше тратить. Если ты раньше тратил 75 маны. Теперь ты тратишь меньше. 90. Я надеюсь что я не такой аутист. И здесь надеюсь неправильно написали. Может быть наоборот. 90 до 75. Ну ладно. Шадоу Шаман. Суммарный урон увеличен. Это его первый скилл. Это жесткий. Кстати. Очень жесткий первый скилл. Невероятно жесткий. Я когда раньше часто играл 1 на 1. Я еще видел. Выкладывал. Всех убивал. Да. Первый скилл просто нереально помогает побеждать. 1 на 1. Наши ворды теперь убиваются с помощью ударов. Раньше у них было здоровье. Теперь фиксированное количество ударов. Ну. Это как обычно. Так все. Все меняли. Яйцо меняли. Тамбул. И так далее. То есть раньше было здоровье. Теперь просто удары. Каждому ворду 2 удара. Это в принципе хорошо. Это хорошо. Да. С одной стороны. И плохо если у вас было по 300 дамаги. Да. И вы убивали с одного удара. Теперь будете с 2 ударов. Ой. Сайлайнсер. Способность к курсаме замена на новую. Арканы курс. А почему его не убрали из капитан мода ублюдки. А? А у тех у кого заменили убрали. Проклинает выбранную область. Ну потому что здесь не сильно изменили. Нанося жертвам периодический урон. Это его первый скилл насколько я понимаю. Да. По моему да. Каждая. Здесь нету картинок. Это очень жалко. Каждая произносенное им заклинание увеличивает длительность эффекта. То есть это хорошо. Потому что первый скилл вообще почти не используется. Настолько был бесполезный первый скилл его. На прост сцене вообще никогда не использовали. Ну и способность больше не является уникальным модификатором атаки. Ну и посрать абсолютно. Ну здесь... А мы забыли. Да. Я забыл сказать кого подняли. Кого понерфили. Подняли Рубика. Подняли Скорпиона. Сен Кинг. Подняли у нас Shadow Demon. Ой. Да. Shadow Demon. Потом Shadow Fiend. Подняли его. Ой. Стоп. Что я такое говорю. Его не подняли, не опустили. Здесь я вообще не понял изменения. У него уменьшили броню. Добавили Аганим. Но это его не значит. Его подняли. Каждая говорим. Не туда, не сюда. Потом Shadow Shaman. Его подняли однозначно. Благодаря урону. Очень сильно подняли. Я считаю. Подняли у нас Сейлансера. Изменили хороший первый скилл. И убрали уникальный модификатор. Скаймак. Раньше называли его Скаймак. А, Скаймак. Точно. Да. Все правильно. Расход маны уменьшен. Вот. Уменьшен. С большего на меньшее. Да. А вверху наоборот. У Shadow Fiend. Нормально. Подняли у нас Скаймага. Свардар. Теперь потом раскрывает только местоположение. Ну это да. Как и раньше. То же самое было у Баунти Хантера. Сначала был Вижен. Потом просто бегает по карте герой. День Вишн. Происходит. Здесь то же самое теперь будет. Шторм Спирит. Расход маны уменьшен. Кстати это хорошо. Подняли у нас Шторма. Свардара. Ни туда ни сюда. Посрать. А, Свен. Начальный урон увеличен. Подняли Свена. Увеличили начальный урон. И процент от Аганима и Ультимейта увеличен. То есть теперь враги будут наносить больше на 125%. Но я не помню ни разу, чтобы ему собирали Аганим. Ни разу на Свена. Темпор Ассайси. Теперь щит виден всегда. Ну это ладно, посрать. Герой добавлен в режим Капитан Мод. Наконец-то добавили. Когда я играл за Тайда, да, очень давно еще. Всегда думал, почему нет Аганима? Ну сделайте Аганим. Добавлена поддержка Аганима. Аганим Скиптер. Способность Гарш становится направлена на точку с дальности применения. То есть теперь он в области наносит урон и уменьшает броню. Потом наш Крюк. Задержка применения уменьшена. То есть чаще можно Крюк использовать. Ой, не чаще, а в смысле быстрее Аганимация будет проходить. Увеличили длительность оглушения. Ну, увеличили очень мало. Сначала были десятичные. Потом они добавили сотые. Потом опять сделали десятичные. Но аутисты. Главное сделать обновление, правильно? Подняли Тайдхантера. Тимбер Сап. Длительность уменьшена, основные характеристики увеличено. Ой, длительность уменьшения основных характеристик. Насколько я понимаю, это пила у нас идет. Реактива Арм длительность изменена. Да, подняли, подняли у нас Тимберсавт, а длительность уменьшена. Так, увеличили длительность кража характеристик, уменьшение, да. Да, подняли Тимберсавт. Тинкер, задержка перед применением уменьшена, то есть он быстрее кастует. Дальность применения увеличена, подняли. Тини. То есть теперь пассивка срабатывает при нанесении удара, а не при замахе. Ну, посрать вообще. Интония сюда. А, Тролин Протектор. Это наша личинка. Расход маны уменьшен. Ну, господи, прям так сильно уменьшили. Диаметр области действия увеличен. Диаметр области обзора нанесения урона увеличен. Да, подняли Тролин Протектора. Очень много изменений, поэтому, видите, я так стараюсь быстро читать, без названия скиллов, потому что очень много еще, нереально много. Тролль. Дополнительная скорость атаки за удар уменьшена. Ага. То есть уменьшили дополнительную скорость атаки, но увеличили количество зарядов. Ну, нормально. Его считаю, что подняли. То есть увеличено количество зарядов. Время перезарядки уменьшено. Подняли Тролля. Таск. Начальная скорость с передвижением уменьшена на 5 единиц. Уменьшен урон, но очень слабо уменьшились. Сверху на 10 единиц. То есть вообще ничто. Здесь 20 единиц. Здесь вообще 30, да? Да. На 40 минута. Последний уровень это посрать. Самое главное, что почему многие не любят таска у врагов, да? Он в начале такой имбовый. Очень сильный в начале. Вот. То есть теперь наш снежный ком больше не может вытаскивать союзников, которые находятся под способности Блэйхоу и Хроносфера. Радиус сбора целей уменьшен. Ну, конечно же, таска понерфили. Однозначно понерфили. Все, что можно было, все уменьшили. То есть ни одного плюса здесь нет. Ух. Undying. Урон у зомби уменьшен. Награда за уничтожение надгробия увеличена. Но это плохо для зомби, хорошо для врагов. Уничтожение надгробия больше не дает, ну, опыта не дает. Однозначно понерфили. То есть теперь зомби меньше атакуют и больше золота дает врагу. Урсе дали аганим. Позволяет использовать способность этого ультимейта даже в оглушении и уменьшает. Как морф может перекачку использовать. И уменьшает время перезарядки. Ну, так это имба, конечно. То, что там эффект способности больше нельзя развеять, это еще ладно. Раньше можно было. Я снимал про это видос, что используешь там пурджи, да, типа диффузов. И можно ультимейт снимать. Теперь этого нельзя делать. Это еще ладно. Я могу пережить его один ультимейт. Но аганим это такая имба. Я вообще не знаю, как его переживать. Как? Я видел, я за Урсус там давно не играл, да. Но последний раз у меня подался Урса в команду, да. Он был очень сильный. Он просто почти соло игру выиграл. Если бы у него был этот аганим, это вообще забейте. Просто без вариантов. Однозначно подняли Урсу. Однозначно подняли. Венга. Добавлено улучшение от аганима. Прикольно, кстати. После смерти появляется дух отмщения. Это иллюзия. Наносит 50% урона оригинала. Получает на 50% больше урона. Но может применять все способности героя, не предметы. Дух существует, пока Венга еще не зараспалнилась. Прикольно, да? То есть Венга умирает в серии таверни, а ее дух, я бы назвал даже не духом, а тень. Почему называется иллюзия? Вы что, ДСПшники? Вы, кроме этого слова, аутисты, знаете что-нибудь? Почему не тень? Мне кажется, что тень, это вообще офигенно, да? Тень. Повторяешь, тень. Тень героя остается и за него борется, пока он не возродится. Я буду снимать. Я сделаю свою доту. Буду аркс, аркс фрог. Все. Я сделаю свою доту. А Бен Мансер, его гель, время перезарядки уменьшено. Ну, так себе. Подняли Венгу, отличное изменение у нее, у Аганима. Но проблема в том, что Аганим нужно собрать еще. Это тоже. Вначале вам Аганим никто не даст. Видите, в чем плюс? Еще многие забыли про это. Ты по-любому забыл, 100%. Что многим добавили Аганим еще и для Алхимика, не забывай. Чтобы чаще пикали Алхимика, он собирал Аганим и раздавал героям. То есть теперь еще больше стало героев, которым можно собрать Аганим. Короче говоря, время перезарядки уменьшено на 1 секунду. Вообще говно обоссанное. Но потом будет 3 секунды. Ну, подняли. В любом случае подняли Венамансера. У Гаргули диаметр области оглушения увеличен. Подняли. Аж на 10 единиц. Барлок. Начальная сила увеличена. Длительность увеличена. Нормально. Подняли. Жастин Бибер. Начальный урон увеличен. Интервал между атаками жуков уменьшен. То есть по идее атаки чаще... Ой. По идее жуки чаще атакуют. То есть его тоже подняли. В Интерейнже тоже многие ныли, чтобы ее пофиксили. Понерфили. Это наша связка. Теперь от способностей можно уклониться. То есть от связки... Ну, то есть можно заавейдить. Если ты, например, играешь по идее за Мирану, да? Тебе кидают связку. Ты прыгаешь. Делаешь прыжок. И связка не срабатывает. По идее. Войдом можно уклониться. Посмотрим. Да там вот это вообще читерский герой стал. Скорость полета снаряда увеличена. То есть теперь быстрее летит связка. Угол связки уменьшен на 3 градуса. Теперь скорость пауэршота... А, не уменьшается при попадании по противникам. Я вообще не замечал этого, честно. Это обоссанное уменьшение вообще было незаметно. Даже о нем никто не думал. Убрали. А, вот, видишь, убрали Виктор Виверну. Виктор Виверну. Уважаемый Виктор Виверну. Ну, кто смотрел последние всякие турниры, постоянно пикали этого героя. Я говорил, я говорю, типа, он сейчас будет брать Оракула, Виктор Виверну. Пока не будет брать Виктор Виверну, но... Сейчас начнут брать Оракула. Но все равно это временно убрали. То есть, пишется о том, что пока не будут нерфить его. То есть, его потестят, потом новые способности, потом понерфят. Изменения потестят. А время перезарядки увеличено. Замедление уменьшено от Арктик Берн. Замедление уменьшено. Но в итоге 40% остается. Так, это плохо, это плохо. Теперь все враги, попавшие под эффект способности, не получают урон от противоположной команды. Так, подождите, я немножко не понял. Это у нас ультимейт. Теперь враги, попавшие под эффект способности... А-а-а! Да. То есть, получается, ты ультуешь на врага. Союзники того врага начинают его бить, своего союзника. И при этом, ты и твоя команда не могут бить врагов, которые под этой ультой. Странно. Посмотрим. Но это необычное изменение. То есть, это типа... Посмотрим, короче. Странное изменение. Не скажу, что прям Виктор Виверина была имба. Что прям ульту нужно было фиксить. Враги, атакующие жертвы, получают... Получают 50 скорости атаки. Ну, типа, здесь все сделано для того, чтобы жертву убили прям 100%. Диаметр области увеличен ультимейта. Время предзарядки увеличено. Ну, на 10 секунд. Длительность увеличена. Так, 4 секунды. О! Сильно, сильно увеличили длительность. Напомню вам, что это стан. То есть, когда мы ультуем, враг станется. И получается стан аж на 4.75. И при этом все бьют союзники этого врага. Но, по-моему, ты не можешь его бить, получается, да? Ну, куча говоря, непонятное обновление. Вич Доктор, Меледикт. Расход маны уменьшен. Расход маны. Ну, немножко уменьшили. Опять же, этот маг. Это маг. Поэтому 15 единиц маны это пассать. Дальше применим Вич. Ну, подняли. Подняли Вич Доктора. В Рейдж Кинг. В Рейдж Кинг. Теперь способность можно переключить, чтобы она действовала только на героев. То есть, теперь это как... Ну, как кольцо базилы и так далее. То есть, ты можешь теперь его ауру выключить, чтобы она не работала на крипов. То есть, чтобы лайн не пушился твой. Потому что, если у крипов будет лайфстил, крипы будут дольше жить, и в итоге лайн будет пушиться в сторону врага. Ты понимаешь, да? Ты развиваешься на моих чтениях патчей. Поехали. Предмет. Fire Fire. Fire Fire. Странное название. Новый расходуемый предмет. Это типа манго. Прям копия. Стоимость 75. Параметры дает плюс 2 урона, пока лежит в инвентаре. Поглощает пламя. И мгновенно восстанавливает 75 здоровья. Перезарядка 5 секунд. 5 секунд. То есть, типа манго. Да. Если манго там увеличивает скорость регена здоровья, здесь просто дается временно урон. Ну, пока лежит в инвентаре. Когда ты скушаешь, урон не дается больше. Прикольно. Очень многие говорили про эту линзу. Очень многие. Хороший предмет. Посмотрим. Не всем понравился, но посмотрим. Тем более, еще никто не видел. Люди просто прочитали описание патча. Dragon Lines. 75 маны. Подожди. 75. Здоровье. То есть, там 150 маны. Не, кстати, прикольно. То есть, ты за 75 монет... Кстати, смотри. Смотри, да. Это же имба получается. То есть, с помощью этого предмета ты можешь просто гарантированно себя... Гарантированно практически избежать смерти, да. Особенно, если какая-нибудь плюха летит, последний удар по тебе. Это очень часто, например, можно использовать при драку за руну, да. 75 не так много, но это хорошая вещь. То есть, может помочь тебе избежать смерти. Прямо в последний момент нажать. Как стики. Это копия стиков, кстати. Ну, почти копия. Ладно. Dragon Lines. Phantom Lancer. Типа. Требуется Ogre Club и Quirthing Stuff. Quirthing Stuff. Стоит 1875. Плюс 10 к силе, скорости атаки, 10 урона. 130 дальности атаки только для героев дальнего боя. То есть, предмета стоит 1800 монет и увеличивает дальность атаки у дальних крипов на 130 единиц. Ты понимаешь, да? Ай! Можно разобрать, кстати. Ты можешь собрать, потом разобрать. То есть, у снайпера одна из самых дальних атак. Не считая виверную с помощью, там, третьего скилла. Третьего или второго. Ну, посрать. Когда она взлетает. Если мы снайперу собираем данный предмет, у него еще увеличивается дальность атаки. Эффект не складывается. То есть, если мы соберем пару предметов, они не будут стыковаться. Ну, тогда нормально. А прикиньте, стыковались бы. Ты представляешь, да? Собрал 6 предметов, у тебя дальность атаки 800 тысяч. Ладно, поехали. Линза. Так, что за линза? Почему про нее многие говорят? Новый предмет. Energy Booster. У рынка вхаж Клок. Это типа нерфили Клок, ублюдки. Требуется Energy Booster 900. 850. 500. Стоит 2300. Но, в принципе, это небольшие деньги. Плюс 250 маны. Плюс 8 криогену здоровья. 15% сопротивления магии. Ну, это мало. Мало. 15. Ну, хоть что-то. Например, против аппарата. Ужим, например, это полезно. Да? Против ульты аппарата, чтобы выживать. 200 к дальности применения заклинаний. Ооо. Ооо. Смотрите. То есть, этот предмет за 2300 улучшает ваши способности. Способности героя. Во-первых, если у вас есть способности, у которых есть Range, да? То есть, дальность применения. Прикольно, да? Например, какие-нибудь Станнеры. Та же самая Винга. У нее есть Станн. Собираем предмет. Дальность применения плюс 200 к Станну. То есть, можно дальше его кидать. Это вообще жестко, конечно. Это предмет, например, имбовый. Знаете, для кого будет? Для кого будет он имбовый? А? Для кого? Энчантрес, по идее. Для ее ультимейта. То есть, еще собираем аганим. Еще ультимейт у нее. То есть, плюс это предмет, да? У нее вообще будет дальность ультимейта очень большая у Энчантрес. И плюс 8% к урону от способностей. Энчантрес, привет, опять же. Да вы что, гоните? Это реально, это имбовый предмет для Энчантрес. Увеличивать дальность применения только у способностей. Ну, это понятно. Направленных на цель или зависящих от расстояния. Ну, это понятно. Это я сейчас сказал уже. Не действовать на способности по области. Это тоже понятно. То есть, например, например, ЦМ, когда ультимейт, там не будет работать. Не, реально, Энчантрес, ты согласись со мной, друг, да? Во-первых, у Энчантрес Аганима увеличивает дальность ульты. И плюс этот предмет увеличивает на 200 единиц. Так еще плюс 8% к ее урону от ульты. Ох, господи, я перекрестился по 17 раз. Поехали дальше. Айрон Телон. Талон. Нет, не Телон. Эн. Талон. Айрон Талон. Наверное. У меня свой акцент, потому что я... Просто потому что я. Новый предмет из Квеллинг Блэйд, Орингом Протектон и Рецепта. Он дешевый, да? Квеллинг Блэйд 200, 155, 125, 500 монет стоит. 500. Характеристики плюс 2 к броне и бонусы от Квеллинг Блэйд. То есть, это типа апнутый Квеллинг Блэйд. Даже не знаю. Квеллинг Блэйд обычно выкидывали. Активируемая способность срезает у выбранного существа под управлением... Не под управлением героя 40% у текущего запаса здоровья. Но, само собой, не действует на суперкрипов. На древних. Ну, я называю их суперкрипами. Но они реально супер. Они же отличаются от других. То есть, получается, да? Если получается, ты сможешь... Я не знаю. Мне кажется, это бредовый предмет, конечно. Не знаю, честно. Хотя, смотрите, он стоит очень дешево. 500 монет. То есть, ты вначале покупаешь топорик, да? Топорик. Плюс 2 к броне будет также. Подождите. А, да. То есть, бонусы от Квеллинг Блэйд остаются. То есть, увеличение урона по крипам остается. Но также ты можешь еще и срезать процент здоровья. Отлично. А, бисал Блэйд. Раньше называл его. Абасал, абасал. Абасал лицо кому-нибудь. Как они сделали теперь по-умному? Они увеличили сильно, очень сильно в два раза урон от баша. Но уменьшили урон от предмета. В принципе, неплохо. Если ты удачливый, сукин сын, да? У тебя будут частые абаши и будут очень много здоровья отнимать. Анимал Курьер. Я не понимаю, почему аутисты, аутисты, привет, и там валевы, да? Не могут сделать, наконец-то, запрет на кур. Ну, сделайте вы, чтобы команда могла купить 3 саны и куры максимум. Чтобы дауны, которые хотят фидить курами, не фидили курами. Правильно я говорю? Ты со мной согласен, правильно? Вот. В игре, я думаю, ни в одной игре не будет больше 3 кур. Ладно, там 2 куры, там одну убили. Ладно, там на прост-сцене можно купить вторую кур. Но больше 3 кур точно не будет. Ну, зачем? Ну, дауны, короче. Короче, ладно. Не понимаю. Это то же самое, что не могут увеличить скорость передвижения цемки. Здесь та же самая история. Вроде очевидно всё. Время между покупками увеличено. То есть теперь ограничение 2 минуты. Но это уменьшит количество кур у фидеров, да. Но немного. Понимаешь? Немного. Поверь мне, за 10 минут он купит сколько там? 5 кур, да. За 100 минут там 50 кур. За 500 тысяч минут миллиард кур. Ну, это слишком долго, наверное. Ну, ладно. Стоимость уменьшена. То есть куры ещё стало дешевле. Это хорошо. Это хорошо. ТП дешевеет. Кура дешевеет. Раньше сколько там курьер стоил? Очень дорого. Я уже не помню, честно. Телепорт раньше дорого стоил. Это было так давно. Это был примерно 2007 год. Ладно, поехали. Арканы бут. Скорость передвижения уменьшена 5 единиц. А стоимость уменьшена... А стоимость... Скорость передвижения уменьшена. А стоимость уменьшена... Странно. Это вообще неправильно по русскому языку так писать. Скорость передвижения уменьшена... А! А стоимость уменьшена. Аутисты, обоссаны Все, я ставлю им двойку по русскому языку Так неправильно писать, так не пишется предложение Короче говоря, уменьшили скорость передвижения и стоимость И не только у Arcan Boots, а у всех ботинков Это у обычных ботинок, Boots of Speed, Arcan Face Boots, потом Power Threads и Tranquilla Стоп, стоп, а А телепост этот Как называется? Отравила Ай, отравила-то чё? Нет, нет, нет Так, Кираза, теперь аура Раньше у нас была просто аура Плюс броня союзникам и минус броня у врагов и у вышек Теперь аура увеличения скорости атаки действует и на строение То есть теперь бараки будут быстрее атаковать Но бараки не атакуют Ладно, теперь аура действует на вышки И вышки будут быстрее атаковать Мне пришла смс, но мне поссать Блэдмэйл Хорошие изменения Уменьшили КД Блэдмэйла Это хорошо А хорошо это для чего? А я не скажу хорошо Для чего? Кое-то чего хорошо это Бусс оф спид Ну я уже сказал, что уменьшили скорость передвижения Ой, стоимость на 50 единиц и скорость передвижения Боттл Опять уменьшили стоимость боттла Аж на 40 Как они это высчитывают? Ну как-то они высчитывают по-любому Чтобы был баланс, они должны это рассчитывать Уменьшили стоимость Количество восстанавливаемого здоровья уменьшено На 20 единиц Количество восстанавливаемого маны уменьшено Теперь восстановление происходит за 2,5 секунды То есть быстрее теперь будет Быстрее, но восстанавливает он меньше здоровья Примет добавлен в боковую лавку А нахрена? Не знаю я Но теперь если ты покупаешь в боковой лавке Боттл будет неполный Потому что продавец уже выпил слегонца И там будет всего лишь один заряд Баттлеф... Бат... Баттерфлай Баттерфлай Баттерфляй Господи, баттерфляй Я просто буду их называть бабочка Баттерфляй, бабочка Увеличение скорости передвижения усилено На 10% больше Длительность уменьшена Кларити, кларити, кларити Восстановление маны увеличено То есть теперь он восстанавливает больше маны Но по идее помедленнее, да? А, нет, скорость установления прежняя получается Да, уматно То есть теперь больше он регенит Хотя Я думаю далеко не все будут 50 секунд ровно регенить Вам по-любому за 50 секунд будут сбивать эту фаску Регенку Клок Сопротивление магии уменьшено На 5% Вот это жалко, честно Ну, что такое 15%? Я не знаю Ну, жопу вытереть и забыть просто про неё Грим... Гримсон Гуар Гримсон Гуар Кстати, хороший предмет Довольно редко Ну, нет, неправильно В принципе, не довольно редко Но редко собирают его в паблике На просцене, в принципе, не так уж и редко его собирают Каким-нибудь танком, да Всяким присталбэком Ну, теперь будут собирать ещё чаще Во-первых Дэмэджи блок Кстати, мы где-то выше уже про это читали Шанс теперь 100% Но уменьшен урон То есть уменьшено количество блокируемого урона Теперь 100% Это хорошо И время перезарядки уменьшено На 6 секунд То есть подняли предмет однозначно Доедалось Просто название такое русское Доедалось Ты меня так уже доедал По полной Шанс В 25 шанс нанести Заменён на 30% Теперь шанс Но крит уменьшен В среднем урон увеличивается Ну да 30% шанс Это хорошо То есть чаще криты Будет у вас Я думаю Вот это вот 2.4 не так страшно Главное, чтобы чаще криты были Поверьте мне Диффузов будет Дополнительная ловкость Увеличена Ну фигня То есть на первом Это диффуза первого уровня На 5 единиц Увеличена Второго вообще ничего не изменено Интеллект тоже Ну ерунда Короче Да Не сильно заметно Будут То есть Второго уровня Диффуза почти не изменены Они вообще не изменены Барабаны Дополнительная скорость Продвижения увеличена Ну на 3% 3% Что это такое Жопу Быти Этерл Блэйд Расход маны Уменьшен Это хорошо Это хорошо Для героев Которые не интеллектуалы Например тинкеру Ему поссать Он просто Поссать ему Эти 50 маны О чем ты говоришь А вот морфу Например Этого будет неплохо Почему бы и нет А Флайн курьер Стоимость уменьшена Это хорошо То есть Все лет к тому Типа покупайте курьеров Покупайте курьеров Ну молодцы Так и должно быть Реально Вот ты смотри Брат мой да Ты же у меня брат Согласись Ты же не какой-то там чему Ты брат мне да Если Рано или поздно Там сделать Чтобы вообще Кура Была бесплатная Или стоила там Одну монету Поверьте Да все Кура будет в каждой игре Поверьте За одну монету В каждой игре Ты по-любому Купишь куру За одну монету Так что они к этому Идут Дешевле дешевле делают А Глимер кейп Глимер кейп Начальное сопротивление Магии уменьшено Почему уменьшено Не знаю Ну с одной стороны Это хорошо Когда враги Собирают глимер кейп И у них будет теперь Сопротивление меньше Это хорошо для тебя Правильно Тебе будет легче врагов убивать Тараска Скорость восстановления здоровья Увеличена Ну это уже позрать Потому что если Тараску Человек собрал То он уже сам по себе Очень сильный Ну это хороший плюс Конечно же Хороший реген Доминатор Теперь задает Перерученному кейпу Скорость движения 300 А Фиксировано Да ладно Помните я делал там Гайд Да Как с помощью доминатора Можно делать отводы А там по моему Я по моему Показывал Да В том видосе Что там скорость Должна быть 320 Да А теперь она будет 350 всегда Это повод Переснять Ха-ха-ха-ха А Ладно Худ Теперь предметы Имеют активируемую способность Создает вокруг Вашего героя Щит Который блокирует До 325 Магического урона Да ладно Офигенная тема Это очень полезный Теперь будет предмет Невероятно полезный Кто собирает Худ у нас То Вот скажи мне Ты Кто Пуш Да Пуш собирает Худ Но очень редко Это раньше В первой доте Всегда В первой доте Худ собирали До пассивки Потому что Такая тема Что Если собираешь Худ Потом Вкачиваешь Пассивку Они стыкают И там Офигенно сопротивление Магии В второй доте Это изменили Там уже Посрать Когда еще собираешь Но в второй доте Уже Очень мало Кто собирает Худ Пуджу Поэтому Можно Пуджу Собирать Худ 325 Магического урона Бристолбэк Ну Уматно Безусловно Этот предмет Одет Не Давай Остри Мой друг По факту Этот предмет В принципе Он невероятно Редко используется Очень редко Может быть Там Одно из 50 игр Теперь он будет Гораздо чаще Использоваться Из-за этого Это хорошо Iron Beach Iron Branch Теперь можно Использовать На землю То есть Теперь Вы можете Посадить Деревца Которое Проживает 2 секунд Что так Мало 2 секунд Просто Обычное Дерево По идее Ты можешь Посадить Дерево А потом Его Скушать Через Tangus Профит К сожалению Здесь не показано Как нам Выглядит Мы потом С вами Увидим Это Джаволин Шанс 20% Заменен Теперь 25% Нанести 85% Подняли Предмет Да ладно Вы чекуете Подняли Предмет Очень хорошо Подняли Пассивочку Подняли У него Да ладно То есть смотри Ты можешь Купить По идее Просто Купить 2 Джаволин Пускай Валяется В инвентаре И у тебя Будет 25 И еще Отдельно 25 То есть Два раза У тебя Шанс По 25 И ты можешь Нанести 85 урона То есть У тебя По факту Ну Не 50% Получается А два раза По 25 Да Прикольно Но он стоит Получается По-моему 1400 1500 стоит 3000 будет В итоге Ну Короче Говно Что я несу Дал Я не знаю Дополнительный урон Уменьшен С 12 До 20 О А че так Ага Всех предметов Ну ладно Линкинг Сфера Время перезарядки Уменьшено На 3 секунды Дополнительный урон Увеличен Ну Не знаю Мне кажется Честно говоря Плохо Что они так сделали Потому что Мне кажется Линка И так Была Очень частая Да Когда у врага Линка Ты по-моему Сбиваешь ее Там Буквально Прошло там Пару секунд Она опять есть Я так часто Замечал Честно А теперь Она будет еще чаще Манта Интеллектуалов Больше нельзя Купить боковой лавки Надо пассать МКБ Урон от Мини оглушения Увеличен То же самое Что с башен Увеличили сильный урон От оглушения Но уменьшили Сам по себе Урон Понятно Некрономика Стоимость рецепта Увеличена Почему Так очень редко Собирали некры Дальность Чем ты говоришь Больше не является уникальным модификатором Кэри Ринг оф протекшн Стоимость уменьшена Тоже очень хорошо Опять же Это Для нового предмета И для тапка Транквилы Я рыгнул очень хорошо. Прям тебе в лицо. А, дополнительная броня уменьшена. Ааа, ну почему? Где? Зачем? Сука. Все испоганили. Рот оф Атос Портос. Время перезарядки увеличено. Зачем? Ну никто не собирает. Только на просцене там сайлансеру собирали. Ну зачем вы этот говно опять поганите предмет? Время перезарядки увеличено. О, прикольно. Теперь способность дает существам, атакующим жертву 40% точности. То есть это хорошо собирать против какой-нибудь Фантом Ассасин, да? Или любого героя, который скорее всего соберет баттерфляй. Ну это бред. Это очень дорогой предмет, бесполезный. Ну херня, просто дерьма. Забавный предмет, замедляет прикольно, но... Я вам скажу просто. Люди его не собирают. Судите сами. Сэнджи. Способность больше не проходит сквозь ему интенсивное заклинание. Когда вы колечите инвалида. Сэнджи. Яшу за это прочитали. Сатаник. Да где ж конец-то? Наконец-то. Сатаник. Длительность увеличена на 0.5. Нормально. Потом хекс. Время перезарядки уменьшено. О, хекс теперь будет чаще использоваться. Негативный эффект больше нельзя снять очищением. Это у нас калека. Ну не только калека, там всякие бафы. Дебафы. Вредные бафы. Башер. Дополнительная сила увеличена. Это хорошо. Баш урон. А, то есть опять же, урон с башей увеличен, а сам урон постоянно уменьшен. Теперь смоки. Стоимость уменьшена 100 до 50 монет. Это хорошо. Особенно просто в сцене. Там, по-моему, недавно смотрел турнир. Там тоже там в одной игре используют аж по 5, по 7, то ли по 10 смоков. Представляете? По 5. Ну, 5 это мало. По 7, по 10 смоков. Это одна команда. Одна команда по 7, по 10. А сейчас еще чаще. Ну, хотя почему? Здесь даже не то, что чаще. Да, просто по КД будет использоваться. Там КД, в принципе, большое. Танго. Усиление танго восстанавливает здоровье двое дольше, вместо того, чтобы лечить два раза сильнее. Использовав танго на дерево, которое мы читали выше, вы восстанавливаете вдвое больше здоровья. Да ладно? Бред какой-то. То есть... А-а-а. Так получается, вот в чем смысл этого дерева. Только в том, что теперь, как я понимаю, танго восстанавливает... То есть, теперь, смотрите. Теперь, если вы возьмете танго и скушаете обычное дерево, оно не будет... А-а-а. Подожди, все правильно. Танго восстанавливал не от обычного дерева. Да? Он восстанавливал от вардов. То есть, теперь, получается, если вы кушаете новое дерево, у вас в два раза быстрее, в два раза больше регенится здоровье. Это прикольно. То есть, получается, вы можете садить дерево чисто для себя. Ха-ха. Лёль. Ну, прикольно, да? Айрон бич стоит. Сколько там? 50 монет или 53 монеты, да? Ну, допустим, 50 монет Айрон бренд. И покупаете танго. Тебе даже могут дать одно танго, да? Прикольно. То есть, например, ты играешь за Мидера, да? И тебе саппорт дает два танго. Два чужих танго. Такие маленькие кусочки. Ты покупаешь всего лишь Айрон бич. Потом сажаешь дерево и съедаешь его. А, траквиву будут дополнительные броня уменьшены. Это мы читали. Это из-за кольца и скорость тоже уменьшена. Вангард. Это мы читали. Да, да, да. Теперь 100%. Дискорд. Теперь требуют две робы вместо рецепта за 900 золота. Прикольно. Тоже уматно. То есть, если раньше был просто обосланный ненужный рецепт, теперь это плюс 12 к интеллекту. Подняли, подняли. Хотя, бесполезная фигня. То есть, не знаю, зачем его. Ну, то есть, то, что он даст 12 интеллекта, это бесполезно, поверьте мне. Но, его собирают часто скорпиону, да. Скорпиону на этом уровне, уже после дайгера, после аганима, ну, я собираю после аганима дискорд. Ему 12 интеллекта нафиг не усырались. Но, в любом случае, это плюс, в любом случае. Виталити Бустер. Теперь можно купить боковые лавки. Прикольно. То есть, по идее, теперь вы можете вангард собрать полностью боковые лавки. Пошли нельзя купить боковые лавки. Но он там и не нужен. Он не нужен там. Просто бред. Дополнительная скорость передвижения уменьшена. Но зачем? Яша. Эх, моя Яша. Все, здесь всякие изменения у нас интерфейса. Мод изменили. О, Господи. А что ж вы все это не перевели? Дауны. Там видео, наверное, уже около часа идет. Так, ну вот у нас здесь пишется изменения. Где до декабря? Так, сейчас прочитаем снижение интенс. ARDM. А что такое за ARDM? Но он нам ниже такой в мод. Нафиг он усрался. Ну, в общем, где есть изменения интерфейса уже? Custom Games и так далее. Очень много изменений. Это я вам сегодня не прочитал. Вот такое вот очень долгое обновление. Я тем более очень давно уже не записывал такие большие видосы. Очень много пришлось мне говорить. Тем более, я после работы пришел. после работы уставший еще и горло болит. Но, в любом случае, все делал это я. Только для вас. Как ни странно, только для вас. Безусловно, будут видосы по этому патчу. Патч, еще раз говорю, не вышел. Он будет буквально сегодня-завтра. Ну, максимум после завтра. Поэтому, это еще очень долго предстоит нам к этому привыкать. В любом случае, всем спасибо за просмотр! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok